Доброе утро, 47-й. Ты отправляешься в приморский городок Сапиенсу, жемчужину Амальфитанского побережья. Цель наш бывший клиент Сильвио Карузо. Это гениальный, но не уравновешенный генетик, работающий на корпорацию Итер Байотек. Карузо прославился исследованием стволовых клеток, но сейчас он занимается куда более опасным проектом – ДНК-вирусом, способным прицельно заразить любого человека на Земле. Представь себе пулю, которую можно выпустить в любом направлении. Она пройдет через тысячи тел, не оставив следа, пока наконец не поразит цель. Мир безнаказанных убийц, не встающих с кресла. Вот что ждет нас, если не остановить Карузо. Заказчик, крупный частный акционер Итер, по этическим причинам, хочет закрыть проект, при этом не навредив самой корпорации. Нас попросили устранить Сильвио Карузо и уничтожить незаконченный прототип вируса. Кроме того, тебе придется разобраться с главой лаборатории Карузо, Франческой де Сантис. Эта сотрудница Итер, Ряди Кальеле идет по головам, и достаточно знает об исследованиях Карузо, чтобы занять его место. Это не обычный контракт 47-й. Вирус Карузо несет угрозу всему нашему делу, не говоря уже о наших идеалах. Ошибиться здесь нельзя. Готовься. О чем мне, собственно, готовиться? Я готов. Добро пожаловать в Сапиенцо 47-й. Фамильный особняк Сильвио Карузо на той стороне площади. Наш ученый боится поездок. Так что Итер построил ему под землей сверхсовременную полевую лабораторию. Чем ближе ты будешь к вирусу, тем надежнее будет охрана. Удачи, 47-й. Ключ МК. Ключ от убежища МК, находящегося где-то в городе. Хотелось бы поточнее. Итак, всем привет, с вами Алекс Айкилл, и мы продолжаем проходить Хитмана. Рокко, спускайся немедленно. Нельзя в первый день опаздывать. Не суетись. Все в норме. Сейчас штаны надену. Рокко, не зли меня. Натяни штаны и веди себя как взрослый. А то шеф-повар Марчелло нас обоих под орех разделает. Да ладно тебе. Ты всю жизнь собираешься этому психу Карузо прислуживать? Мы слешили, сестренка. Этот чудак. Все это только временно. Эй, прояви хоть немного уважения. Шеф-повар Марчелло Рэй по рекомендации нанял нового помощника по кухне и до сих пор его не видел. Это может открыть для нас дверь в особняк. Кстати, судя по нашим данным, шеф Марчелло пытается приготовить знаменитое блюдо по рецепту Изабеллы Карузо. Но Сильвио Карузо не впечатлен результатами. Советую тебе помочь повару. Этот псих нам деньги платит. Так что кончай придуриваться. Иду и помогать с обедом. А то псих вышвырнет тебя на улицу. Ахнуть не успеешь. Ладно. Ни хрена ты не понимаешь. Иду я, иду. И зачем я вообще с ним вожусь? Ладно, пора за работу. Мне пригодится его маскировка. Тук-тук. Тук-тук. К вам гости. Ну где ты там? Дай угадаю. Консерваторы? Извини, друг. Я за демократов. Поздравляю, мужик. Ваши победили. Так-то иди сюда. Ключ от квартиры. Ключ от квартиры в городе. Ключ карта от особняка. Ключ карта открывающий два служебных входа виллы Карузо. Теперь мы можем попасть на территорию особняка. О чёрт. Эта сучка может нас узнать. Она тоже идет в особняк. Камера запечатлела нашу физиономию. Это нехорошо. Шеф-повар Марчелло? Я новый помощник по кухне. Извините, опоздал. Это ты верно подметил. Ладно, не важно. Закончи с этим томатным соусом. Может, хоть у тебя получится. Проклятие какое-то. Когда закончишь, позвони в звонок. Будет сделано, босс. Я в него душу вложу. Обеденный звонок. Работники кухни используют обеденный звонок, чтобы сообщить Сильвео Карузо, что еда подана. Томатная паста готова. Но это совсем другое. Мой прошлый выезд был в Мехико, к одному телемагнату. Вот там я чувствовал опасность. А здесь, этот городок, словно из семейного кино. Да, райское местечко. Представляешь? Я тут все время ни разу не стрелял. Не знаю, что там исследует этот Карузо, но на это ушло несколько лет. И миллиарды долларов. Верно? И до сих пор никто ничего не провернул. Но это же европейцы. Ни дерзости. Ни деловой хватки. Скоро Карузо отправится обедать. Похоже, это будет его последняя трапеза. Пора за стол. Наверное, надо было оторвануть еду. Может, еще успею? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Че, мне его отравить не получилось? Ладно, займемся пока его бабой. Момент. Кушать подано? Обед подано. Паста бланьезе в стиле виллы Карузо. Опять? А ты настойчивый. А, ужасно. Отвратительно. Знай, матушка, как ты испоганил фамильный рецепт. Она бы в гробу перевернулась. И это в годовщину ее смерти. Позор, мистер Лэй. Позор. Да уж. Это откровением никак не назвать. А как тебе моя добавочка, урод? Кажись, крысиный яд в его тарелку все-таки попал. Очень хорошо. А как мне до него добраться? Нет, это уже подвал. Мать твою, он же сейчас уйдет. Цель уничтожена. Теперь Франческо де Сантис. Франческо де Сантис. Это не смешно. Я раньше в доме работал, а не в этой грязи. Но как-то раз, случайно включил аварийный патефон. И после этого... Скажу только одно. Я впервые увидел Карузо в такой ярости. Ну, я бы это так не назвал. Скажем так, я на испытательном сроке. Но снова смогу подняться наверх. Да нет. Говорю тебе. Я протирал пыль и случайно задел его локтем. И теперь вынужден драйвить машины. Бедолага. Я понял. Знаю. Я ее стащил из личных запасов Карузо. Хочешь, чтобы тебя вышвырнули с работы? Если честно, то да. Очень хочу. Не понял. Ну, послушай, у меня контракт на два года. Эйтер меня засудит, если я уволюсь. А если я специально напортачу на работе, так будет гораздо легче. Знаешь, ты мне все-таки как-нибудь должен рассказать, чем вы там занимаетесь. Если у нас получится, то тебе и спрашивать. Ого. Все так плохо. Еще хуже. Потому что на первый взгляд. Это неплохая идея. Вроде как меньшее зло. Черт, каким же я был кретином. Карузо? Нет, боже. Нет. Этот человек гений. Но харизма у него меньше, чем у холодильника. Меня нанимала Десантис. Ооо. Это все объясняет. Не говори. Мужчины. Дурни мы. Это точно. Твое здоровье. Задурней. Да. Задурней. Знаете что? Мы, пожалуй, сохранимся. Если бы я переоделся ученым, то смог бы без проблем попасть в лабораторию. Кто-нибудь должен поймать, что это было. Да, хорошо. Супер. Чего? Блин, нужно пройти обыск. С пушками меня не пустят. Ладно, выбросим. Все, больше нет у меня ничего запрещенного. Вперед. Давай, только быстро. Ну что опять? Теперь еще карту доступа нужно добыть. Но этого-то дядька и она должна быть. Вот она. Чтобы попасть в лабораторию Итер, нужна ключ-карточка и спецодежда. К счастью, все это можно достать. Ключ-карта от лаборатории. Ключ-карта доступа в лабораторию Итер. Я уже все достал. Огромная пещера. Прямо под особняком. Как думаешь, эти карузы были пиратами? Нет. Вроде бы купцами эпохи Возрождения. И прежде чем ты спросишь... Нет. Я не знаю, что за хрень они там строят. Я и не собирался. Я это и так знаю. Что? Ты что, залез в лабораторию? А твой договор о неразоглашении... Итер тебя засудит? Если узнает. Да не делал я ничего такого. Есть такая штука. Распознавание лиц. Я поснимал выходящих оттуда ученых. И загрузил их фотки в сеть. Система распознала четверых. Из них трое вирусологи. Вирусологи? То есть... Ага. Они там делают какой-то вирус. Это точно. Лаборатория Итера. Полевая лаборатория Итера расположена под землей. Здешние скалы пронизаны пещерами. Так что в лабораторию наверняка ведет несколько входов. Само собой, все они хорошо охраняются. Ого. Жуть какая. Я-то думал это что-то типа... Мозгового усилителя. Ну, чтобы умнее быть. Или таблетка. Чтобы болт стоял. А не чертов вирус. Для зомби апокалипсиса сегодня. Ага. А ты еще считаешь сбежавших крысок очень милыми? Обязательно проходить этот обыск. По 10 раз. Ладно, сам виноват. Про ключ карту сразу не подумал. Нужно взять минуту, не нужно ворваться. Мы хорошие ребята, да? Спасибо. Удачи, сэр. Спасибо. Удачи. Полевая лаборатория ИТР, ты у цели. Прототип вируса должен быть где-то тут. Ищи гарантийный блок или что-то подобное. Самый свирепый организм на планете. Осталось только приручить его. В общем система очистки воздуха убирает химикаты, так что можно заходить без защитного костюма. Вот здесь Десантис хранит данные исследований. И строго следит, чтобы никто к ним не прикасался. Почему? Ага, был у нас недавно случай. Я не знаю нужен ли нам этот костюм. Они что-то говорили про очистку воздуха. Вирус наверняка здесь. Все готово 47-й, пора расправиться с конкурентами. Начинается обеззараживание. Что-то их тут много. Воздух мы очистили. Здесь можно находиться и без защитного костюма. Двое уходят. Пошаманим тут немножко. Воздух. Ой. Блин. Я его случайно в кислоту бросил. Но вот откуда мне было знать, что там кислота? Ящик как ящик на вид. Ну чё, этот вирус должен долбануться? Температура повышается. Отлично. Вирус уничтожен, осталась одна цель. Нет, 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 боже. Зомби-апокалипсис в ближайшее время нам не грозит. Осталось разобраться с вот этой стервой. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. Субтитры добавил DimaTorzok. 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 Банально нечем. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Домик неплохой, но в таком очень желательно иметь прислугу, потому что замучаешься убираться. Продолжение следует... 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 Ага, но не станет же он эти записи оставлять там, где их первая уборщица найдет. В сейфе могут быть драгоценности и все такое. Прислуга о сейфе даже не знает. Они сюда не поднимаются. Но на месте доктора я бы хранил код внизу, в кабинете или в спальне. Может, в телефоне корпорации Итер не доверяет Карузо и поручила его помощнице Десантис следить за ученым. Возможно, у них паранойя, но взглянуть на содержимое сейфа Карузо будет весьма полезно. Код от сейфа Карузо. По словам охранников Итера, Франческо Десантис ищет комбинацию от стоящего на чердаке сейфа Карузо. Она уверена, что Карузо записал код и хранит его где-то в доступном месте. Ну да, мысль здравая. Ладно, где мы еще не искали. Валите отсюда, парни. Комбинация от сейфа. Листок бумаги с комбинацией. Похоже, это код от сейфа на чердаке. Чтобы не пытался скрыть Карузо, нам будет интересно об этом узнать. Дурачок. Еще бы на лбу у себя написал. Образец ДНК. Волосы, частички кожи Франчески и Десантис. Похоже, Карузо для подстраховки собирает образцы ДНК своих ближайших соратников. Десантис наверняка будет интересно об этом узнать. Я мог бы и об этом сказать. Только нужна подходящая униформа. Комбинация от сейфа. Вообще желательно форма охранника, но уборщик тоже подойдет. Надеюсь, мы сможем все это собрать. Я пока даже в коробки заглядывать боюсь. У них есть инструкции по сборке. На той неделе я собирал этот шведский стул. Нопли. Вот это было испытание. Не могу поверить, что Карузо все это накупил. Это так не в его стиле. К тому же дом обставляла его мать. Он в ее старой спальне настоящий музей устроил. Я думал, он тут ничего менять не будет. Это сучка окружена охраной. И нигде с ней наедине не поговоришь. Меняем план действий. Не-не-не, наоборот, включи. Но это еще не все. Надо бы включить водичку. Но это когда она придет сюда. Надо только подождать. Она обязательно придет. Это Франческо де Сантис. Десантис. Да, конечно, я одна. Все задачи выполнены. Направляйся к выходу. Бедняжка. Уваливаем отсюда. Бедняжка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ключи есть. В службе безопасности Итера мне сообщили об инциденте, и о вирусе знают считанные единицы. Должно быть, это кто-то из лаборатории. Понимаю. Я разберусь. Начальство недовольно. Я следил за тобой еще в Италии. Похоже, когда становишься невидимым, перестаешь оглядываться. Это ты сделал? Яга тебя раскрыли. МК занялось черной работой. А я просто потянул за нужные ниточки. Ты в своем уме? Как ты собираешься... Я играю грязно. Так можно победить того, кто сильнее тебя. Ударить в спину. Давай сюда ключ. У тебя есть семья? Поверь мне, если есть слабое место, Провиденс его найдет. Я все-таки рискну. Ключ. Ладно. Все равно он тебе не поможет. Забавно. Коп тоже самое говорил. Спасибо, посланник. Не за что. Я же тебя сейчас убил. Значит, мы квиты. Интересная миссия была. Так, ну вот такой у нас рейтинг. Одного постороннего мы случайно грохнули. Но вот откуда я мог знать, что там кислота? Наверное, можно было обойтись и без этих жертв. Но я говорю, на рейтинг мне, в принципе, по барабану. Ладно, хорошо, на этом остановимся. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. А с вами был Алексай Икил. Увидимся в следующей части. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok